МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажется, 80% останчан и алматинцев живут именно так. Нашим людям лишний раз в сон ходить не хочется, куда проще не вставая с дивана и кресла, не выходя из кабинета, строчить ироничные комментарии. Как, в общем-то, большинство и делают. Еще и демотиваторы сочиняют. Разговор с завтрашним нарушителем закона. Милые, придется нам пожениться. Или нас оштрафуют, а тебя выселят к маме в Шымкент. А у меня муж в другой квартире прописан. Мало того, что я с ним 20 лет живу, так еще и оштрафуют сейчас. По традиции, сеть заполнили не только фотодемотиваторы, но и видеонарезки из знаменитых фильмов с дубляжом, подходящим к определенной ситуации. В нашем случае с тем, что участковые уже ходят с поквартирным обходом на предмет предупреждения о необходимости временной регистрации. Сегодня, кстати, вспоминал эту сцену из фильма «Пятый элемент». 25-й элемент в нашей действительности. Тем временем в Министерстве внутренних дел говорят о том, что поквартирного обхода бояться не стоит. В любом случае сразу штрафовать вас не будут. Сначала предупреждение и вам, и, например, арендодателю квартиры сделают. А уже на второй раз штраф все минимальных расчетных показатели. Кстати, среди фейсбукчан есть и те, кто, не откладывая в дальний ящик, уже зарегистрировался. Все, зарегался дома. Давно не был в Соне. Для начала подошел к киоску. Рядом сидел молодой человек. Он просканировал мое удостоверение и хозяйки квартиры. Выдал справку владельцу квартиры. Далее получил талон на оплату временной регистрации. По времени ушло больше часа. Из трех окошек работало два. До второе окошко ушло на временный технический перерыв. После оплаты получил второй талон на второй этаж. Там сдал оператору документы. От квитанции по оплате госпошлины до документов владельца квартиры. Регистрация заняла 5-7 минут. Легализовался. Мои поздравления. Итого, что при себе иметь заранее? Жалгаз. А почему вы раньше не были зарегистрированы? Это нововведение законотворцев. Тем временем эта норма уже существовала. А продвигать идею начали и того раньше, в 2008 году. В 2011-м норма о регистрации была установлена. Постановление правительства в случае прибытия на временное жительство сроком свыше трех месяцев. Правда, откровенно говоря, мало кто эту норму соблюдал. В 2017-м изменение коснулось именно срока возможности проживания не по месту прописки без регистрации. И, по словам полицейских, это не просто мировая практика, но и один из элементов борьбы с терроризмом и работы по учету граждан. И никакие права казахстанцев при этом не нарушаются, отмечают миграционщики. Никто ведь вам не запрещает жить не там, где вы прописаны. Но зарегистрировать место своего проживания необходимо. Регистрация во многих странах предусмотрена, и она в основном нацелена на приобретение правоспособности. В приведенных примерах это явно видно. А это получение пенсии, пособий, устройство ребенка в школу или родителей на работу и так далее, а не на борьбу с терроризмом. Исходя из того, что они заведомо имеют преступный умысел, они не будут регистрироваться. Поэтому закон направлен на законопослушных граждан и не достигнет поставленных целей. Неделька-другая, и истерики замокнут и пойдут регаться. Что, первый раз, что ли? Говоря о регистрации по месту временного проживания, стоит помнить, что на самом деле в сегодняшних цонах времени вы много не потеряете. В привирательствах с участковым уйдет даже больше драгоценных минут. А что касается учета, то, пожалуй, это именно то, чего мы все ждем от государства во время чрезвычайных ситуаций. Будь то природная стихия, техногенная катастрофа или террористическая атака. Пора принять, что наша страна, как и любая другая в мире, не застрахована от таких ситуаций. А наличие списка жильцов домов – та самая информация, которая может помочь следствию. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете.